5 октября в Медицинской Академии имени Сергея Ивановича Георгиевского Крымского Федерального Университета состоялась презентация книги «От любви до Бобровки. Новая крымская сага». Эта книга повествует об уникальной истории легендарной Бобровки, детского санатория имени профессора Александра Алексеевича Боброва в Алубке. В библиотеке находятся и прижизненные издания Боброва Александра Алексеевича, профессора, который основал Алубинский противотуберкулезный санаторий в 1902 году, и его соратника, профессора Изогина Павла Васильевича. Санаторий не закрывался даже в военные годы. Работал, трудился. С опорой на вновь открытые документы, на впервые включенные в общественный оборот письменные и устные свидетельства участников событий, читателю дается объемное представление о детском санатории, ставшем с годами анклавом и милосердия и высокой отечественной культуры. И вот я эту так называемую Бобровку по имени Боброва, создателя этого санатория, изучал, вникал, проникался, собрал огромный материал, мне слали ветераны свои воспоминания. Мы нашли уникальные сведения и, конечно, как писатель я, ну то, что раньше говорили, вдохновился этой темой. Не случайно для презентации площадкой была выбрана Медицинская академия КФУ. Ведь именно опытом и практикой Бобровки определено многое в успешной борьбе с такой тяжелой болезнью, как костный туберкулез, поражающий в первую очередь детей. Это замечательная для нас аудитория. Если аудитория, это будут молодые студенты-медики. Да, это те люди, вот может быть сейчас в этом зале сидит будущий Бобров и будущий Эзергин. Поэтому я думаю, что очень-очень важно, чтобы они эту книгу увидели, чтобы они знали, какая история медицины, в какой стране они живут, какой багаж им достается от предков, да, и что они должны, в общем, нести дальше и развивать. Название «От любви до Бобровки» — это надежда на то, что добрый факел любви и милосердия, поднятый более века назад в Крымской Бобровке, не погаснет, а будет передан дальше новым поколениям.